Выстраивая тактику игры, красноярские соколы настраивались взять реванш за проигрыш соровчанам в сентябре. Но подопечные Игоря Веркина сдерживали натиск сибиряков на протяжении двух с половиной периодов. Шайба летела либо мимо ворот, либо вратарь мастерски отбивала удары нападающих. Атаки и контратаки соровских хоккеистов также были безрезультатны. Это заставило изрядно понервничать зрителей на трибунах. Нападение что-то слабо играет, но пытаются что-то делать. Игра замечательная, соперник достойный, ребята стараются, но где-то не хватает чего-то еще. Валидольная игра, знаете, очень напряженно, переживаем. Пока слабо не хватает реализации моментов, надо было реализовывать большинство. По напорности же у ворот было, а то бить-то некому. Как-то вяло пока, на самом деле. Вроде бы моменты есть, но до конца не доиграют. Вратарь хороший стоит, вратарь молодец. Молодцы. Упираются. Игра это хорошо. А наши? За нарушение правил игры поочередно удалялись хоккеисты обеих команд. Но игра в большинстве не принесла ни гостям, ни хозяевам заветного гола. Лишь к концу третьего периода спортсмены «Сокла» смогли завершить атаку и закинуть шайбу в ворота соровчан. Спустя пять минут подопечные Игоря Веркина забили ответный гол. Команда «Саров» очень хорошо сегодня играла. Агрессивная молодая команда. Было очень тяжело играть. Поэтому мне молодцы. Игра была до гола. В конце нам улыбнулась удача. Основное время матча закончилось в ничью 1-1. В дополнительном периоде спортсмены попеременно атаковали ворота соперников, но не смогли изменить счет на табло. Судьбу поединка определила шайба, заброшенная красноярским хоккеистом в серии булитов. Булит, наверное, это все-таки лотерея, повезло. А так в целом игрой доволен. Игрой доволен. Ребята молодцы. Всем спасибо. Победу в матче принесла «Соколу» два очка. Подводя итоги встречи, тренеры хоккейных клубов отметили высокий уровень подготовки спортсменов обеих команд и поблагодарили за интересную игру. Кто-то должен, я всегда говорю, кто-то должен выиграть. Но сегодня была такая игра упорная. Я бы сказал, что равная игра. Но соперник победил. Я его поздравляю с победой. Следующий домашний матч хоккейный клуб «Саров» проведет с «Металлургом» из Новокузнецка. Игра пройдет в среду, 5 декабря. Начало 18.30. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.